так всем привет хочу показать закиви так это на вымахала вот это его желтые листья здесь мы кусочек поставили на укоренение подвязали такие распорочки чтобы она не двигалась ну от ветра но этому киви что-то очень поганенько мы можем видеть желтые листья погоревшие сейчас покажу рядом еще киви точно такие же условия точно также из одной лейки поливается можете посмотреть предыдущие видео тут специальная дырочка отверстия на зипе не могу понять что им не хватает прожилки вроде азота и азота ждаю много ну нормально точно так же вот этому киви но это киви вымахала где-то около метр пятьдесят тут и второй есть отросток все зелененький красивый стоит тут сеточки подливаю одинаково поливаю и подливаю из одной лейки но только этот киви красавчик я его прищипнул что этот этот пока еще нет но это даже прищипнутый стоит и растет а у того листья горят и они очень желтые с киви как бы я сталкиваюсь а первый второй раз ну теоретически тут у нас гранатик потихонечку вымерз который в том году потихонечку шурует растет а вот с этим киви проблемки перейдеть киви очень сложно потому как у него корневая поверхностная поверхностная короче корневая сверху и полив производится раз в три дня ну примерно там три-четыре дня есть и вот такие вот жовтеньки сейчас покажу перчик у нас стоят на улице гров горшках в ведрах вот такие вот у нас томатики растут все абсолютно на кокосовом субстракте кокос и перлит это у нас домашний гранат где-то дня два был перевален с добавлением кокоса и перлита вот там вот у нас тоже перчик растет жовтенький вот это у нас будет красненький мясной местной местной вот это вот часто шли дожди и супруге говорил об работе фитоспорин м не хочет но его обработать фитоспорин м не хочет по большому счету надо удалить вот такая вот болячка точно такая же болячка вот так вот вот так вот и тут еще комплекл миску ну это эксперимент все абсолютно на кокосовом сабстрахте кокос и перлит все всем пока